История Российской Федерации История Российской Федерации История Российской Федерации А Келдыш добился значительных результатов в области прикладной математики и механики Будучи крупным организатором советской науки, Келдыш осуществлял руководство космическими программами В 1970 году советскими лауреатами Нобелевской премии Стали Конторович за разработку экономико-математических моделей И копиться за многочисленные научные разработки в области физической науки Развивались и новые научные направления В частности академик Сагдеев, директор Института космических исследований Академии наук СССР Руководил исследованием в областях физики плазмы А также исследовал проблемы управляемого термоядерного синтеза и космической физики В 70-е годы математики Новиков и Маргулис стали лауреатами Филдсовской медали Высшие награды, которые присуждались в области математической науки Дело в том, что математики в номенклатуру наград Нобелевских лауреатов То есть Нобелевскую премию Они не получали, не входили в математики В 1970-е, в 80-е годы бурно продолжается освоение космоса В марте 1965 года Алексей Леонов впервые выходит в открытый космос Советские космические аппараты совершают посадки на Луне, Венере, Марсе Начинается создание орбитальных космических станций Советская в 1984 году первая из женщин на планете совершила выход в открытый космос Среди ученых в области гуманитарных наук выделялись Лихачев, работающий в области древнерусской литературы И Сухомлинский, выдающийся советский педагог-новатор Ведущими центрами советской науки продолжали оставаться Академия наук СССР, Новосибирский академгородук, крупное высшее учебное заведение То же происходило и в образовании В 1972 году в СССР было принято постановление о переходе ко всеобщему среднему образованию Благодаря ему уже в 1975 году 86% молодежи получило среднее образование Большое внимание уделялось среднепрофессиональным училищам, которые наряду с образованием давали рабочую квалификацию своим выпускникам С целью выявления талантливых школьников распространения получили предметные олимпиады, летние курсы, которые проводили видные ученые, а также другие формы привлечения подростков к науке В области высшего образования происходил рост числа университетов, частично преобразованных из педагогических институтов Сохраняли свои ведущие позиции главные образовательные учреждения страны Московской и Ленинградской государственные университеты Московский физико-технический институт, Московский инженерно-физический институт, Московское высшее техническое училище имени Баумана Гуманитарное образование в основном было нацелено на подготовку партийно-идеологических работников и учителей Также в эти два десятилетия бурно развивается и литература, и искусство, и музыка, и другие культурные явления Художественная жизнь развитого социализма была достаточно разнообразной В ней выделяли несколько направлений Во-первых, артициоз, то есть произведения деятелей культуры, которые непосредственно обслуживали власть В частности, получили распространение так называемая секретарская литература Это были произведения, написанные всевозможными функционерами Союза советских писателей и его региональных отделений Главными героями этих произведений часто становились партийные руководители и советские чиновники В изобразительном искусстве официальное направление было представлено творчеством Налбандяна, портреты Брежнева, Пресекина, Парад Победы и других Их картины стали примером советского неоклассицизма В рамках такого же парадного социалистического реализма работали художники и скульпторы, изображающие доярок, столеваров, представители советской элиты Второе направление было представлено творчеством писателей и художников, которые подчас подвергались цензуре, критиковались властью Но были ею терпимы, и чьи произведения доходили до массового читателя и зрителя Таким можно отнести деревенскую прозу Федора Абрамова, Белова Выдающегося писателя, кинорежиссера, актера и сценариста Василия Шукшина Во нравственных недухах общества шла речь в повестях Валентина Распутина, в частности такое произведение как «Пожар» А также Оставьева, печальный детектив В романах Чингиза Айтбатова, «Буранный полустанок», «Белый пароход» Также рассматривались многие события современности Лидерами городской прозы в советской литературе были Аксенов, Довлатов, Трифонов Большую популярность приобрела лейтенантская проза Произведение о войне, написанное бывшими фронтовиками Бондаревым, Воробьевым, Быковым и другими, многими другими В жанре фантастики работали писатели братья Стругацкие, Ефремов, Жванецкий, Искандер А не, притом последний, стал известным писателем-сатириком Ну, как, в частности, и Жванецкий Многонациональная литература Советского Союза была ярко представлена Творчеством поэтов Дагестанского, Расул Гамзатов, Балкарского, Кулиев, Калмыцкого, Кукульдинов А также писателей Белорусского, Василь Быков, Киргизского, Чингис Айтматов Украинского, Алис Гончар, Нивского, Санги, Чукотского, Редхел В любимом народном музыкальном астрадном жаре выделялись композиторы Бабаджанян, Паулс, Пахмутова А исполнители, это Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Отц, Пугачева, Пьеха В области классической музыки работал Щедрин Одушиной для советского человека эпохи развитого социализма являлись лучшие произведения советского кинематографа Среди наиболее заметных фильмов второй половины 60-х и начала 70-х годов были «Бег», «6 июля», «Гори, гори, моя звезда», «Белое солнце пустыни», «Июльский дождь» Мастером эпического кино и батальных сцен провел себя Бандачук в фильмах «Война и мир» и «Они сражались за Родину» Особой популярностью пользовались отечественные кинокомедии Гайдая «Операция и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», А также Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», «Данелия-33», «Быкова», «Айболит-66» Крупным явлением театрального искусства рассматриваемого времени стали такие постановки, как «Человек со стороны», «Соло для часов с боем», «Заседание порткома». Большой интерес у зрителей вызывали спектакли театра на Таганке «Аззори здесь тихие», «Гамлет» и другие. А также Ленинградского Большого драматического театра под руководством Толстоногова. Известными драматургами того времени были Розов с его психологическими пьесами, Шатров с его политической тематикой. Запоминающийся образ в театральном и киноискусстве оставили Людмила Гурченко, Евгений Леонов, Иннокейтий Смоктуновский, Аркадий Райкин, чеченский эстрадный танцовщик и актер Эсамбаев. Большую роль в развитии искусства балета сыграли латвийский солист балета и балетмейстер Лидия Па, выдающийся балерина Майя Плесецкая. Насыщенной была спортивная жизнь, даже очень насыщенной. Благодаря появлению видеомагнитофонов начались нелегальные квартирные просмотры западных кинофильмов, не выходящих в советский протекат. Распространение звуковых усилителей привело к созданию советских подпольных музыкальных рок-групп. Для советской интеллигенции данного периода был характерен неподдельный интерес к художественной жизни страны. Советский Союз считался самой читающей страной в мире. Значительные тиражи изданий быстро расходились и были большим дефицитом. Спасибо за внимание. На следующем занятии, в видеоуроке 53, мы с вами изучим тему «Перестройка и распад Советского Союза» 1985-1991 годы. До свидания. Продолжение следует...